Рыба и сметана отлично сочетаются. Сметана придает рыбе необыкновенный сливочный вкус и мягкость. К тому же блюдо получается еще и очень полезным, если запечь их вместе в духовке. Делюсь рецептом. Запечь хеп в духовке сметане, это отличный выход для того, чтобы приготовить вкусный и легкий обед или ужин. Легкий он не только в приготовлении, но и для пищеварения. К тому же не надо стоять над плитой, чтобы контролировать процесс готовки. Сложил все в форму и отправил в духовку. Как готовить хеп в сметане, подробно рассказано в пошаговой инструкции. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Приготовьте ингредиенты. Хеп можно разрезать на ломтики целиком, с костями, а можно приготовить филе. Лук порежьте крупно, полукольцами. На дно формы для запекания положите кусочек сливочного масла, влейте растительное масло. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Выложите в форму для запекания хек, шкуркой вниз, посолите, поперчите. На хек выложите лук. Добавьте сметану, посыпьте ароматными травами, посыпьте тертым сыром. Накройте форму фольгой или крышкой. Сделайте зубочисткой несколько проколов в фольге, чтобы пар выходил. Поставьте в духовку для запекания при температуре 180 градусов на 30 минут, после чего, снимите фольгу и запекайте до образования румяной корочки еще 10-15 минут. Сверху на рыбе образовалась румяная сырная корочка, а под ней нежная и вкусная рыба. Подавать хек можно просто так, без всякого гарнира. А можно с картофелем, с рисом, с овощным салатом, так, как вам больше нравится. Получилось отличное легкое в приготовлении и для пищеварения блюдо, которое прекрасно подходит как на обед, так и на ужин. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Хек, 500 грамм. Лук, 1 штука. Сметана, 100 грамм. Масло сливочное, 30 грамм. Масло растительное, 1 столовая ложка. Соль, 2 щепотки. Перец черный молотый, 1 щепотка. Сухие ароматные травы, 0,5 чайных ложки. Сыр твердый, 30-50 грамм. Количество порций, 2-3. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Друзья, до новых встреч.